привет дорогие друзья сегодня у нас будет опять фрагмент моей работы это уже довольно большая картина размер 50 на 70 будем рисовать кошечку с такими зелеными глазками ну потом уже увидите что они зеленые пока еще никаких нету я наметила все изображение пастельным карандашом у меня бумага пастельмата на теплого оттеночка вот такого бежево-желтого сама кошка будет более серенькой такой но теплый цвет он добавит такого более солнечного оттенка я выбирала между светло-серый и вот такой и решила выбрать все-таки теплый потому что у кошки интересный окрас такой с одной стороны золотистый с другой стороны немножко серо-коричневый и думаю это будет то что нужно обычно я размечаю сразу фон потом уже приступаю кошки но сегодня я только успела наметить не успеваю уже сделать фон хочу показать вам часть глазика все-таки глаза самое интересное все-таки ну по запросам судя да и поэтому мы глазик с вами и сделаем ну что давайте начинать начинать я буду с его контура мне проще всего обозначить такую общую форму и потом ее прорабатывать я буду использовать черный карандаш бронзил и с его помощью я сделаю весь наш кружочек всю форму глазика потому что окантовка глазика в кошки довольно темная прям практически черные знаете как бывает вот эти контуры у по-моему она а это персидская до имя она персидская кошка и у них вот такие темные контуры у глаз века очень часто встречаются но больше конечно у таких у британцев до который светлый у них прям в темные темные обведенные такие как будто бы накрашенные глазки поэтому прям самое начало работы маленький кусочек сегодня вам покажу рисую сначала довольно легко весь контур и потом я уже смогу добавить затемнение сделать его поплотнее обязательно подчеркиваю вот здесь слезнячок уголок потому что глаз это не просто форма шара да а он имеет такую форму немножечко вытянутую там где внутренний угол и сразу добавляю затемнение которые появятся от верхнего века то здесь будет такой объем чик соответственно здесь будет тень я сразу с черным могу ее наметить то есть я вот так добавляю понемножку объема чтобы потом не было проще выстраивать форму и в принципе как и всегда мы с вами помним что изначально я могу сделать немножко плотнее весь рисунок я имею ввиду из шерсть вокруг и сам глазик а потом уже добавлять высветление и блики уже в самом конце сейчас я намечу контур нашего зрачка зрачок я буду немножечко уменьшать по сравнению с тем что у меня на референс у меня сверху здесь его не видно прикреплен телефон на котором открыт крупно этот глаз так а контур я наметила это мне нужно будет просто для того когда будем работать светной части чтобы я на этот кусочек не попадала так вот такой глазик сделали все теперь что можно сделать иногда я просто это так и оставляю или ну иду уже дальше иногда если мне еще все-таки хочется больше такой мягкой формы я могу взять растушевку и с помощью ее кончика немножко смягчить все изображение вот так то есть чуть-чуть распределить пигмент мою постель в стороны заодно заполнить более плотно ячейки так постель будет и держаться лучше но на постель мать и так все держится хорошо да то есть он очень цепкий поэтому удобная бумага для реализма для гипер реализма фото реализма и так далее можно прорисовать все на свете особенно если такой формат довольно крупный это очень такое благодарное занятие использовать большой формат потому что можно все хорошо прорисовать так я была в поисках зеленого карандаша буду вот такой травяной forest green 410 он называется derwent буду его использовать не знаю насколько вот сейчас кстати будет или нет фокусироваться на переднем плане камер ну вроде да кстати так фокусируется но про деревян ты так все понятно да это самый распространенный один из у нас карандашик поэтому их можно найти где угодно вот этот зеленый по моему даже из какого-то из набора основного может быть 12 цветов или 24 я буду работать сначала с более темными оттенками светлые я буду добавлять уже на него и я вот так заранее прогнозирую сколько у меня будет слоев и будет конечно довольно много поэтому я не позволяю себе полностью закрасить плотно весь глаз видите светится желтенькие ячейки бумаги потому что как раз я хочу добавлять туда еще цвета поверх пока что работаю даже нисколько с цветом понятно что глаз и будет зеленый работаю даже с тоном скорее размечаю где у меня будут самые темные оттеночки вот туда добавляю темно-зеленый возможно потом мы забегая вперед а прозрачок скажу он может выходить и чуть-чуть дальше я может быть его потом выйти но посмотрю зависимости от этого от формы зрачка будет меняться взгляд если туда плюс минус туда сюда кошка будет смотреть в одну в другую сторону там вверх вниз это можно будет подкорректировать потому что иногда хочется чтобы в сторону смотрела а иногда там и заказчики просят и сама я тоже решаю чтобы кошка например прямо на нас смотрела прямо это все тоже можно скорректировать и будет эффект монолиза до такой когда вы отходите в разные стороны от картины окошко смотрит за вами дальше я добавлю поярче оттеночков это яркие зеленые вот такие бронзил карандашики они мне понравились цвета конечно у них безумные именно зеленые из набора у меня набор 24 цвета там нет каких-то сложных зеленых они все довольно яркие такие насыщенные прям некоторые очень ядерные оттенки но для каких-то смесей плюс подрастушевать если немножко все смотрится нормально вот так же легко наношу и на этом этапе я могу снова воспользоваться растушевкой насчет растушевок кстати часто бывает вопрос как их мыть и как их оттирать на самом деле я этого не делаю вот такого плана растушевки у меня живут довольно долго я просто вот так вот чуть-чуть растирают то есть убираю лишнее то не обязательно делать об вашу руку можно в салфетку лишний слой убрали и все ничего страшного сейчас растушевка закраситься в зеленый цвет потом в какой-то другой ну и вообще не страшно иногда даже вот этот грязный оттенок цвета на самой растушевки он помогает усложнить весь пигмент весь цвет который мы нанесли получается очень даже удобно поэтому к этому можно приспосабливаться и растушевочка вещь конечно хорошая она работает не совсем так гладенько как пальчики когда растушевывать но вот на вот таком этапе получается то что нужно вот так такой прям темный зеленый глаз сейчас матовый получился мы будем и темные цвета вокруг делать плотнее конечно и сейчас зеленый сделаем светлее для того чтобы более светлый цвет добавить возьму опять бронзил но уже другого оттенка 64 вот он очень яркий но как раз он мне позволит добавить какой-то насыщенности и плюс осветления уже когда я добавила небольшой слой на пастель мат потом растушевала у меня получается более такое легкое нанесение и цвета все которые я добавляю поверх они перемешиваются и видите ложится вот так довольно мягко плюс ко всему сами карандаши бронзил они тоже очень такие мягенькие мне понравилось с ними делать какие-то мягкие шорстки такие плавные переходы очень нежно они работают такое ощущение что внутри такой мягкий помол если так можно сказать то есть пигмент он очень хорошо вот так вот перетерт потом спрессован да в карандашик и поэтому получается очень такой приятное мягкое нанесение такая прям нежная нежная работа потому что наши тактильные ощущения тоже конечно важны понятное дело когда рисуем это все когда рисовать приятно это приятно сейчас я возьму черный карандаш какой-то потемнее наверное кстати стоит снять еще обзорчик на черные карандаши разные пастельные угольные да потому что вы знаете да что можно рисовать перемешивать вместе объединять угольные карандаши и пастельные потому что у меня разные разные они есть обязательно как-нибудь запишу видео на эту тему с белыми карандашами у нас хорошее видео получилось если я не забуду прикреплю здесь ссылочку посмотрите потому что белые карандаши прям супер важная тема но черные тоже вот один из самых черных про него тоже я говорила уже видео это крета color это черный угольный карандашик вот такой под номером 2 уже потихонечку это двоечка стирается он очень мягкий конечно то есть он сыпучий все-таки но он черный и кстати он ломается очень неплохо у меня видите грифель уже отходит но я экономлю если грифель не вываливается полностью его вставляю обратно аккуратненько рисую вот вы также делаете или не щадите и точите дальше я сделаю сейчас контур еще потемнее вот так и кстати такой лайфхак как не потерять карандаши но вот эти угольные ладно а которые более дорогие например те же самые сейчас по безумной цене вот эти карандаш когда они у меня сейчас попробую вот сфокусировать нормально когда вот эти вот карандаш карандаши они ломаются я их заматываю скотчем и рисую дальше потому что но это не дело до что каждый каждый раз перезатачивать карандаши кстати про перезаточку вот вот такой карандашик французский конте полном виде выглядят они вот таким образом и в общем затачивала его затачивала вот этот коричневый чтобы им все наметить и в итоге все ничего от него не осталось постоянно ломается видимо он падал и расстроилась я придется его выкидывать потому что ну вот я за ужесточила вот от него наверное больше в два раза чем сейчас он сам очень в общем разломался он и жалко ну вот а если он как-то ломается отходит но все равно остается я знаете как делаю это может быть не очень эстетично но получается на какое-то время он прослужит дольше сам грифель если грифель шатается на такой конечно дедовский способ но тем не менее я заматываю скотчем вот так грифель приматываю к деревянному основанию вот главное чтобы он закрепился более-менее и после этого он держится и какое-то время я рисую потом убираю скотч ну и дальше дальше закрашиваю поэтому про экономим в общем разговор да ну потому что опять же повторюсь угольные вот эти недорогие критокалы ну как бы окей а которые карандаши и достать сложнее те же карандаш вот с ними что делать бывает что ломается и хочется дальше с ними подольше порисовать видите какой он черный он дает действительно черный контур я потом могу этот вот такой пушистый сыпучий черный контур загладить немножко другим карандашом но пока что он меня устраивает с ним же я могу закрасить зрачок но когда уже такая большая часть довольно для заполнения самого зрачка можно взять что-нибудь другое черное тут на самом деле можно любым черным закрасить середину просто чтобы плотнее и быстрее все это происходило а после этого взять уже другие черные и скорректировать форму и опять же вот этим угольным я сейчас не заполняю все потому что он не дает четкую линию четкую линию дают вот такого плана более твердые карандашики вот такие пит например от фабр он может быть чуть 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 менее черный сам по себе но зато он дает нам контур более жесткий более твердый вот так по контуру прохожусь мне главное заполнить ровно все ячеечки плюс где-то перемешаются с зеленым за счет этого будет тоже плавно все выглядеть пока что у нас с вами глазик получается плоский но и но это не страшно потому что мы еще не добавили объем чек а вот и с тем же черным я чуть-чуть прохожусь по моему угольному карандашику я как будто закрепляю его там давно я не начинала конечно работу именно с глазика но хочется показать что-то более зрелищное такое тут пойдет у нас слизистая она будет серая поэтому я могу вполне легким слоем на нее черные нанести и в принципе если я вижу что рядом идут цвета вот теми которыми я рисую я тоже могу добавить например вот здесь до темный участок в уголке уже на шерсти потом он будет с коричневым конечно но вот первый такой слой такую разметку я могу сделать пока вот таким по форме я оставлю наш зрачок он у меня более-менее ровненький получился если что я могу его извне с помощью зеленого еще разок скорректировать давайте дальше мы перейдем на более яркие цвета и из тех же конта вот этот еще у меня не ломался что хорошо вот такой вот зеленый он по цвету очень красивый такой видите он нежный и он нейтральный немножко по оттеночку он и вроде бы и холодный и теплый то есть сейчас на фоне зеленого более яркого и теплого он кажется холодным но на самом деле он такой вот разбеленный красивый для каких-то светлых бликов раньше когда у меня не было такого достаточного количества карандашей все это конечно делалось иначе перемешивалась просто с белыми с разными светлыми и получался нужный оттенок но в принципе я и сейчас тоже так делаю потому что когда сам изобретаешь свой цвет то получается очень красиво и не всегда есть карандаш конечно нужного оттенка они могут просто приблизительно быть похожими но все равно вам нужно будет подбирать те цвета которые будут прям один в один я добавляю такое яркое свечение снизу уже работаю с помощью светло-желтого карандашик он тоже довольно твердый это вот такой вот фабор он плотненький смысле твердый жесткий вот так можно сказать по принципе как и и черный карандаш он на него похож по свойствам он не дает знаете такого яркого прям цвета но какие-то осветления сделать он может сейчас хочу какой-нибудь еще яркий вот этот вообще самый такой у нас безумный из набора бронзил 60 чуть ли не такой флуоресцентной зеленый очень яркий для каких-то участков где например у вас ушел яркий цвет ушла насыщенность и вам хочется его вернуть сейчас у меня глаза немножко ушли в такой холодный оттенок я хочу вернуть к теплому и чуть-чуть поправлю форму контур нижнего века вот так еще кстати знаете для чего хорошо использовать растушевки какой-нибудь сейчас поменьше попробую найти ну можно даже вот такой с уголком растушевкой можно провести контур от темной линии к светлой то есть перемешать вместе их и будет видите такая более гладкая линия она будет визуально казаться более ровный и почему я всегда начинаю с контура потому что если мне потом не хватает затемнения она будет на верхней части глазика то с помощью растушевки я вот так перетягивают цвет вниз и пожалуйста получается такая мягкая тень и какой-то новый уже оттеночек зеленого нужно будет кстати наверное еще посмотрим потом может быть чуть-чуть я буду выше вот так глазик поднимать поэтому растушевка она забирает цвет и позволяет какое-то время его переносить пока на ней он не закончится да это довольно удобно давайте перейдем теперь уже каким-то прям ярким моментом начнем наверное давайте начнем из желтого какого-нибудь в сторону лимонного посмотрим вот такой может быть я возьму желтый либо вот такой даже наверное более лимонный но сейчас кстати сравним вот такой бронзил 25 это 30 желтенький от дервинд так они визуально кстати похожи кажутся но вот интересно сейчас попробую у меня конечно они будут видны в смеси с зеленым карандашом я добавлю такие прожилочки на глазик с помощью желтого и и он станет у меня чуть чуть теплее и чуть чуть ярче теперь давайте попробую бронзил мне кажется бронзил немножечко по насыщеннее сам желтый как там поактивнее у него и белый кстати тоже мне у него понравился не он не яркий но так красиво смягчает в общем мне понравились эти карандаши такой немножечко безумный сейчас по цвету глаз хочу его сделать сложнее сложнее я имею ввиду такой более теплый оттеночек добавить вот видите так падают карандаши и и все потом они могут ломаться поэтому будьте осторожнее очень красивый цвет и он часто мне нужен для рисования глазок это карандаш вот такой он немножечко в оливковый уходит красивый оттенок очень пигментированный в принципе как и все карандаши бренда карандаш мы с вами говорили да про них что они прекрасная замена даже самому мягкому самому яркому белому от дженералс они практически на ровне видно что ощущается скорее даже что другой состав потому что он прям такой жирненький вот представьте как будто они в сторону таких восковых карандашей хотя конечно они не восковые тоже приятные ощущения при нанесении и где-то где у меня слишком цвет яркий я его добавляю дальше хочу чуть чуть еще осветлить добавить таких бликов на область вокруг зрачка такое часто бывает что идут осветления самого цвета радужки прям рядом со зрачком так ну давайте уже к белому перейдем с помощью белого будем расставлять блики белый сейчас я подумаю какой нам лучше всего здесь взять на самом деле пока что я буду делать такой первый слой на может любой пригодится возьму пока что это было и есть просто маленький вот такой фабор я буду добавлять осветление на уже светлые участки там где я наносила салатовый где был у нас светло-желтый я пока не стремлюсь на данный момент сделать супер яркие блики я просто хочу добавить немножечко света показать в принципе где у меня светлые участки находятся и делаю в основном это снизу и посерединке потому что сверху идет тень и там глаз должен оставаться более плотным у меня немножко ушло затемнение которое присутствовало под зрачком я снова могу туда добавить темно-зеленый бывает что он слишком холодный поэтому на него можно смело нанести какой-нибудь любой теплый тот же желтый либо какую-то охру и сделать его немножечко плотнее несмотря на то что он относительно темный все равно он немножко такой разбеленный что ли есть там такое давайте теперь мы поставим яркие блики я пока что нашла только он такой маленький дженерал с которой яркий но они довольно долго служат и конечно получается очень такой яркий насыщенный блик когда мы его добавляем если глазик относительно большой как сейчас у нас здесь можно поставить блики с помощью мелка потому что тут уже большая вероятность что мы попадем туда куда нам нужно но в любом случае мы сможем и как-то это компенсировать и доделать уже карандашом поверх то есть куда-то переместить посты сделать более похожую форму так несколько бликов я добавила тоже стараюсь прям по светлым участкам проходиться чтобы более светящийся глазик получался потом наверное чуть-чуть снова салатовым не захочется добавить либо желтенького чтобы сделать ярче участки рядом с бликами что касается блика наверху его тоже можно сразу поставить довольно вот так толстенько жирненько его можно добавить можно даже за несколько заходов иногда блик получается неровный но это все тоже корректируется и это можно сделать вместе с черным цветом просто берете карандашик и слегка форму приводим в порядок делаем ту которую нам нужно кругленькую например как у меня в данном случае и еще чтобы глаз имел объем если зрачок довольно большой то можно будет заметить серединка его она не такая черная на нее попадает свет как правило это оттеночек какой-то более холодными а тут чуть-чуть камеры трясется то что кот лег прям на ее держатель и голубым я на черный добавляю свечение которое будет идти по серединке происходит видите такое замещение черного пигмента и его перемешивание с голубым голубой цвет тут конечно не получится он просто станет таким сереньким немножко уходящим в холодный и сразу видите что получается у нас становится намного более объемным и округлым весь глазик для еще большего объема можно добавить затемнение под верхним веком и знаете какой еще наверное будет момент слишком у меня открытая получилась верхняя часть глазика расстояние большое от окончания зрачка до темного контура верхнего века поэтому я чуть-чуть вот так буду перемещать эту линию и ну конечно когда второй глаз будет готов мне будет проще это все доделать пока можно и так оставить а потом довести глаза до одинакового состояния наши два глазика так что еще до века конечно же нижняя она у нас заметно там как правило присутствуют такие теплые оттенки это значит что мы можем с помощью теплого серого какого-то либо даже где-то сиреневого либо розового тут зависимости от самой кошки добавить века и на него добавить красивые яркие блики можно тоже это сделать с мелком можно и с карандашиком если он у вас довольно мягкий и сможет перекрыть темный оттенок ну что вот таким дженерал с угольным ярким белым я точечно поставлю блики они должны хорошо быть заметны и прям светиться на черном фоне вот так блики будут всегда делать наш глазик более ярким и таким блестящим в зависимости от фотографии конечно все это по-разному может выглядеть смотря по какому референсу все это рисуется если недостаточно они все равно яркие вы можете точечно поставить и белым мелочком мелкие они мягче пигментирование как правило поэтому цвет должен более ярким и получиться и можно еще капельку добавить объема на нижнее веко вот прям на вот этот серый цвет я прохожусь и добавляю более светлой светящуюся линию белым карандашом и тем самым я сразу объемчик подчеркиваю так для самого глазика пока что достаточно дальше можно проверять какой он у нас получается по форме да вы всегда можете внести какие-то корректировки сам овал зрачка например да если он где-то не очень ровным получается то есть всегда всегда можно вернуться к нашей работе ну и потом когда глазик уже у меня будет сделан он практически сделан до возможно какие-то корректировки я буду вносить после того как сделаю второй глаз я могу добавить затемнение коричневым вокруг да чтобы сейчас на данный момент он выглядел для вас более настоящим все это будет вот таким образом происходить ну что мне кажется нас отлично получилось целый глаз мы нарисовали я надеюсь что это было для вас интересно и полезно если да то обязательно поддержите это видео поставьте палец вверх напишите комментарий что вы думаете либо какие еще видео хотите увидеть кто не подписан на канал подписывайтесь понедельник среда и пятница я выпускаю видео и мы с вами рисуем но все друзья до новых встреч пока пока